Всем привет! Мы продолжаем тему, начатую в предыдущем видео, которое было связано с ритмикой. Кто еще не видел, обязательно ознакомьтесь. А сегодня у нас речь пойдет о нотах. И предлагаю поступить аналогично, взять любую свою запись, если нет, то записать и проанализировать, что там происходит. Итак, первый пункт, который придает особый налет пионерии. Вот вы выучили гамму, точнее ее аппликатуру, и пытаетесь применить в соло. Откуда вы будете начинать? Практически со стопроцентной вероятностью с шестой струны. Не обязательно, опять же, там тоника расположена, но глаза определенно цепляются за нижнюю ноту, с которой вы привыкли учить, пардон, играть эту аппликатуру, и, соответственно, вы будете начинать, скорее всего, оттуда же. Опять же, если вам нужна в соло какая-то такая бубнящая низкая фраза, не проблема, используйте. Но попробуйте пересилить себе привычку, играйте обязательно с шестой струны, и начните откуда-нибудь повыше. Пункт номер два. Начинать фразу и заканчивать фразу в одну и ту же ноту. Особенно это плохо работает, когда вы играете под аккомпанемент статично, то есть под один аккорд. У вас не будет никакого движения, и все будет звучать достаточно скучно и неинтересно. Поэтому нужно будет ознакомиться в дальнейшем с тем, как влияет на построение фразы тайная ступень. Вторая, четвертая, пятая и так далее. Все они звучат по-разному, конечно же. Пункт номер три. Помимо основной гаммы мы можем использовать всякие левые ноты, и самый такой простой в использовании прием — это вводный тон. Когда вы можете сыграть ноту не просто вот так, взяв, а, например, каким-нибудь подъездом. Подъезжать к ноте вы можете как сверху, так и снизу, и брать для этого ноты, которые и в гамме, и сторонние. И все это в значительной мере украшает вашу игру. Пункт номер четыре. Когда все ноты идут одним потоком, сплошным таким, подряд, без разрывов, прямо вот как алфавит А, Б, В, Г, Д. То есть вы фактически просто играете гамму. А особенно если на это еще насадить ритмику, тоже такую бу-бу-бу-бу-бу, монотонную, соло становится никаким, ну то есть его просто нет. Вы играете гамму под аккомпанемент. Чтобы этого не было, надо строить какие-то секвенции. Ну, соответственно, это все это гуглится. Даже у меня на канале были какие-то видео на тему «Играем секвенции в пентатонике» или что-то такое. Поищите. И последний пункт. Все фразы играются в очень узком диапазоне. Это опять же такая ученическая проблема, связанная с тем, что вы, как правило, учите боксы и аппликатуры в таком узком диапазоне. Как только у вас появится возможность выйти за пределы этой аппликатуры, обязательно постарайтесь это сделать. Это можно сделать как и всякими ходами по диагонали, либо просто добавлением дополнительных аппликатур, боксов, пентатоники или что там вы используете, и перемещением вдоль грифа. Это в значительной мере также усиливает вашу игру. Надеюсь, это видео поспособствует вашему самоанализу и поможет вам как-то улучшить вашу игру. Ну и, конечно же, давайте обсудим это все в комментариях. Ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на канал. До скорой встречи! Гори вату, сука!